Друзья, большинство из вас, кто смотрел наши приключения на яхте, помните охранное агентство «Щит и меч», а также полковника Владимира Модина. По факту, именно они с компанией NC Farm пытались отобрать яхту у законного владельца. Вы нам прислали множество писем и отзывов после сериала «Яхта». Содержание нам показалось очень любопытным. Мы решили в рамках журналистского расследования выяснить, что же за такая компания NC Farm и более детально понять функцию Владимира Модина в ней. Отправляемся мы в город Саранск. Именно там основное производство NC Farm на заводе «Биохимик». Вот мы и в Саранске. С нами вышли на связь несколько бывших сотрудников компании NC Farm, которые писали нам отзывы. И сейчас они расскажут свои истории и взгляд изнутри. Здравствуйте, Елена. Представьтесь полностью и расскажите, кем вы являлись в компании. Здравствуйте. Меня зовут Евсеева Елена. Я бывший директор по производству компании «Биохимик», завода «Биохимик», который входит в компанию NC Farm. Должность покинула я по собственной воле в феврале этого года. Начинала свою карьеру в компании «Биохимик» я при генеральном директоре Швецове, который возглавлял этот завод. Устроилась туда специалистом по подбору и постепенно за два с половиной года я доросла до директора по производству. После ухода Дениса Юрьевича Швецова в компании стали твориться очень странные вещи, почему я в принципе и решила покинуть этот завод. То есть вы сейчас на заводе не находите? Сколько всего проработали? Почти три года. Три года. А основное направление деятельности? Это в производстве я работала, то есть начальником производственного диспетчерского отдела, потом стал директором по производству. Что именно поменялось в работе завода и к чему вы это относите? То есть причины какие вы думаете? Ну, одну из причин, я думаю, что это сама политика компании «Антифарм», которая навязывалась сверху. Последний, скажем так, инцидент, который произошел, почему я решила покинуть компанию, это исполнительный директор, который возглавил производство завод, который возглавил завод после ухода Дениса Юрьевича Швецова, дал устное распоряжение использовать в производстве просроченное и списанное сырье. Мои аргументы он слушать отказался, после чего я приняла решение, что я с этой компанией работать больше не буду. То есть, получается, исполнительный директор вам просроченный товар пытался вывести обратно на рынок? Заставлял использовать в производстве, да, тем самым выводя не просто на рынок, а это используя при производстве лекарственных препаратов, которые используются, вкалываются внутривенно, внутримышечно людям. А фамилию можете назвать? Земсков Дмитрий Николаевич. Он исполнительный директор? Завод и биохимик, да, и сейчас. Я смотрел, честно, в интернете компания НСФАРМ, биохимик, да, и, собственно, вся вот эта информация, которая вам стала интересна, почему мы здесь. Не так давно здесь сюда приезжало много руководителей со здравоохранения, с Кварцова была, там руководитель, там, как называется, Республика Мордовия. Глава Республики Мордовия. Да, тоже открывали. Скажите, что это было за открытие и в честь чего такой гротеск был, и как сейчас дело обстоит. Потому что, казалось бы, вроде столько людей приехало, завод, как говорится, продуктивен очень, и, соответственно, сейчас вы рассказываете, что сейчас дела не очень обстоят. Писните, пожалуйста. Ну, я расцениваю это как мыльный пузырь, то есть некую пропаганду, грубо говоря, того, что там на самом деле не происходит, то есть некую рекламу предприятия. Потому что, скажем так, когда, до того, как я заняла должность директора по производству, я была руководителем проектов и занималась инвестиционной деятельностью на предприятии, непосредственно корпусом, который входил вот в эту линейку, про которую вы сейчас рассказываете, которая приезжала с Кварцова открывать вместе с главой Республики Мордовия, по производству ванкомицина. Что такое ванкомицина? Это антибиотик. Открывается, ну, там открылся цех по производству субстанции ванкомицина. То есть до этого все субстанции закупались за рубежом, в Китае в основном. Сейчас вот завод «Биохимик» решил все это производить на территории Российской Федерации. Попробовать производить, потому что, сколько мне известно, и сейчас производство в промышленных масштабах не началось. Участок открыли в феврале. На тот момент еще даже не было разрешения на производство этого антибиотика. То есть регистрации не было. С какой целью, вот не могу сказать вам, зачем такая помпезность нужна была. Сейчас выпускается вот этот препарат? Сейчас что происходит? Промышленных масштабов нет. То есть промышленных масштабов не было достигнуто? Планируется, да, но до сих пор нет. Не достигнуто. Вы мне говорили в моменте до начала интервью про ампулы. Что там ампулы, которые показываются? И про порошковость я не очень понял. Есть две формы реализации субстанции. Которые показывали президенту, я так понимаю. Да, про флакончик, который показывали президенту, это потребительская, грубо говоря, фасовка, которая поступает в больницы, в поликлиники, в розницу для физических лиц. Есть форма фасовки, это в пакеты для других предприятий, которые хотели бы привезти в готовую форму этот порошок. На данный момент корпус, который тоже посещал Скворцова, работы по нему заморожены. То есть фасовки фактически для потребителей, тот самый флакончик, который мы президенту показали, его не будет. То есть по факту приехала Скворцова, показали Путину, а все это в реальном действии, оно не осуществилось. И подскажите сейчас, в каком режиме, в каком графике, если знаете, работает завод? Как он там развивается, не развивается? К сожалению, производство сворачивается, сокращаются люди каждые два месяца по 50 человек. Но это распоряжение тоже NCFARM. То есть принято было такое решение, я так считаю, что это не рентабельное производство или связано с какими-то финансовыми проблемами. Елена, вы три года проработали в компании, занимали такой высокий пост. Неужели из-за вот такой ситуации решили все бросить? На самом деле эта ситуация была не единичная. Как я повторюсь, я уже говорила после ухода Дениса Юрьевича, там стали происходить странные вещи. До этой истории с просроченным сырьем, который исполнительный директор хотел вернуть в производство, была история с кислотой соляно-технической. Привезли некачественное сырье, и исполнительный директор надавил на службу качества, чтобы эту кислоту пустили в производство. Под давлением исполнительного директора мы взяли в производство это. И у нас получился простой в неделю. Стояло у меня два цеха. То есть как директор по производству мы делали максимально возможное, чтобы реанимировать фильтра. То, что этой кислотой мы фактически сгадили свои линии. То есть тем самым то, что просроченные продукты повредили производство? Некачественные на тот момент, да. В итоге, после всего, когда уже мы запустили производство, обвинили во всем начальника цеха, который имел косвенное отношение ко всему, что происходило. Потому что на руках у человека были документы с подписью директора по качеству. Ну, Земсков не подписывал никаких документов, он все доволосно. Получается, директор дает команду? А виновных потом, да, находит среди людей исполнительных фактически. Я посчитала, вот когда последняя история произошла уже, что повторений я не допущу. По крайней мере, постараюсь каким-то образом. Попробовала Земскова обосновать, напомнила историю с кислотой. Но, к сожалению, меня не услышал. Вернемся чуть-чуть к Земскову. Вот и к просрочкам, к некачеству. Получается, что так легко можно в производство обратно вернуть любой некачественный продукт. Как здравоохранение это вообще проверяет или как это происходит? Ну, сейчас, я думаю, вообще невозможно проверить 100% всей продукции, которую производит любое фармацевтическое предприятие. Но, к сожалению, биохимик, NC-фарм, очень пользуется этим. Фактически на производстве 100% таблеток, которые не соответствуют технологии производства или регистрационному удостоверению. То есть в таблетку добавляется что-то, что не было предусмотрено рецептурой, скажем так, технологией производства. Это особенно очень интересная информация. Я думаю, что в будущем мы можем к ней вернуться более глубоко. Будем с вами держать связь и следить за ситуацией на заводе биохимик и компании NC-фарм, которая нам за это время стала очень интересной. Спасибо большое. Мы продолжаем. У нас сейчас в гостях человек. Он бывший сотрудник компании NC-фарм. К сожалению, мы не можем показать ни голос, ни его, как так скажем, лицо. Человек переживает за свою безопасность. Он смотрел наше видео, он узнал господина, который всем этим дирижировал. А мы помним, что у нас в кадре на яхте был Владимир Модин. И вот в нашем понимании тогда журналистов это был тот человек, который по факту все это организовывал. Мы хотим задать несколько вопросов. Подскажите, пожалуйста, знаете ли вы Модина? Модина, ну вот что-либо про него сказать и как его отношение вообще к компании NC-фарм? Кто он такой, чем занимается? Ну, он является безопасником, директором безопасности в компании NC-фарм. До перехода в компанию NC-фарм он работал в Управлении по борьбе с экономической преступностью Российской Федерации МВД. То есть курировал медицинскую промышленность. То есть неоднократно там выезжал на некоторые предприятия медицинской промышленности в разных городах. И, соответственно, в 15-м году он вышел на пенсию и попал в директор по безопасности в компании NC-фарм. То есть был человек, курировал фармацевтику в своем ключе и стал безопасником, стал кем-то в компании NC-фарм. Очень интересно. Как вообще происходило? То есть он менял команду, он привел с собой своих каких-то людей. Как с безопасностью вообще, что происходило с сотрудниками после его прихода? Ну, то есть часть сотрудников была уволена, которые работали по безопасности в компании NC-фарм на предприятии биохимик. То есть он привел новую команду фактически. Хорошо, понятно. Сейчас, относительно продуктивности и после прихода вот этой команды, скажите, что вы знаете, о чем вы в курсе? Как с продукцией сейчас дела? Ну, на каком сейчас вообще... Ну, скажем так, новая команда работала там, NC-фарма на биохимике, работала с 15-го года по 16-м году. То есть в 16-м году в конце, в 17-м году пришла фактически новая команда. То есть при старой команде, то есть закладывался 15-й цех на биохимике, 26-й, то есть ремонтировался. Была открыта новая линия по производству таблеток в 9-м цехе. Что происходит на сегодняшний день на биохимике? То есть 15-й цех заморожен, 26-й цех заморожен, то есть не строится. Линия в 9-м цехе стоит по производству этого, и уничтожена линия по производству риополиблюкина. То есть фактически завод идет семимельными шагами к банкротству. Понятно. То есть все то, что происходило, мы с Еленой в предыдущем репортаже, предыдущем интервью, так скажем, обсуждали момент приезда сюда руководителя там Мордовской, как это называется-то, Волков его фамилия? Да, да, да. Он кем является? Глава республики. Глава республики, за формулировкой. Приезжала Вероника Скворцова, в колледже здравоохранения министр. Все вот это, то есть было для чего? То есть если компания ведется к банкротству, и все это происходит, что это? Ну, именно таким образом было закамуфлировано то, что уничтожаются новые линии. Скворцова в последний раз приезжала именно открывать производство инкомидцин, которое, в принципе, фактически так и не производится. Да, это была фикция по большому счету. Фикция. Больше вопросов нету, хотя хотелось бы, конечно, больше спросить и увидеть ваше лицо, чтобы, я думаю, что некоторые люди, которые вас узнали, они поняли, что это все не шутки, они не единственные властители сегодня. Спасибо вам за интервью, спасибо, что что-нибудь побоялись сказали. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова